Всем привет! Меня зовут Виктория. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом вкусного ужина или обеда для всей семьи. Из обычных продуктов просто беру фарш, картофель и ужин на скорую руку готов! Для приготовления нашего блюда нам понадобится картофель. Картофель я очистила и отварила в подсоленной воде почти до готовности. Отваривать картофель я рекомендую не до полной готовности, чтобы при нарезке в последующем он не разваливался. Пока картофель варится, займусь фаршем. Я взяла 450 грамм фарша, 2 луковицы, лук я нарежу и перемолю в блендере. Также это можно сделать с помощью терки либо просто мелко-мелко нарезать. Натираю на терке морковь. У меня ушло три морковки, но они у меня маленькие, поэтому смотрите по размеру вашей морковки. Две морковки большого размера будет достаточно. Перемолотый на блендере лук добавляю в фарш. Добавляю натертую морковь и затем добавляю немного растительного масла. У меня фарш нежирный, 15% жирности. Солю и добавляю специи. У меня это черный молотый перец, сушеный чеснок, паприка и куркума. Специи добавляйте по своему вкусу, те, которые вы любите. К фаршу добавляю одно яйцо и все хорошо перемешиваю до однородности. Смотрите еще больше рецептов на моем канале на ужин, на обед из фарша. Все ссылки я вам оставлю в описании под видео. И не забудьте подписаться на мой канал. У меня рецепты вкусные, проверенные, новые видео выходят два раза в неделю. Фарш мы хорошо перемешали и теперь я добавляю манную крупу. Сначала я добавила две столовые ложки манной крупы и перемешала. Смотрите по консистенции вашего фарша. Если он у вас очень сочный получился, то можно добавить еще одну столовую ложечку. Отваренный до полуготовности картофель я слила, немного остудила и нарезаю его на кружочки толщиной полсантиметра. Примерно вот такого размера. Подготовленное жаропрочное блюдо выкладываю нарезанные кусочки картофеля по всей поверхности дна. Затем выкладываю кусочки картофеля по бокам блюда. Блюдо подготовлено. Большую часть картофеля мы выложили. Осталась небольшая часть картофеля, которую мы будем выкладывать между тефтелями. И займемся формированием тефтелей. Беру большую ложку фарша и формирую колобки. Получаются они довольно-таки большого размера. У меня получилось на 12 штук. Тефтельки можно вот таким образом немного отбить при желании. Подготовленные тефтели выкладываю сверху на картофель и между каждой тефтелькой прокладываю кусочек картофеля. Получается очень оригинально, красиво и блюдо смотрится совсем по-другому. Очень рекомендую вам попробовать оформить блюдо таким образом. В это время можно уже поставить разогреваться духовку на 180 градусов. Приготовим соус. У меня уже готовое томатное пюре. Можно приготовить самим из свежих помидоров. В 300 миллилитров пюре добавляю 2 зубчика чеснока. Немного кипятка. Солю и хорошо перемешиваю. Томатное пюре можно заменить томатным соусом. Подготовленным соусом сверху заливаю тефтели. И все немного разравниваю ложкой по всей поверхности. Ставлю запекаться тефтели с картофелем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку ориентировочно на 30-40 минут. Смотрите по своей духовке. У меня тефтели запекались 30 минут. Так как картофель мы уже запекаем практически готовы. И фарш запекается очень быстро, поэтому все готовится очень быстро. Ужин готов. Подаем его к столу. Выкладываем тефтели на блюдо и сверху его поливаем выделившимся соусом. К тефтелям у меня сегодня стручковая фасоль. А как ее приготовить и еще два других рецепта вы можете посмотреть на отдельном видео на моем канале. Ссылки я вам оставлю в описании. Если идея такого ужина вам понравилось, то напишите мне ваши комментарии, поставьте лайк или хотя бы смайлик или спасибо. Мне будет очень приятно. Я всем желаю хорошего настроения, приятного аппетита и уже жду вас в новых видео с новыми рецептами.